Грибок на стенах, затопленный подвал, лужи на первом этаже, едкий запах и повсеместная коррозия. Список проблем можно продолжать чуть ли не до бесконечности, рассказывают жители дома 12 микрорайона Деченский в Вязниках. Среди тех, кто оказался в заложниках таких условий быта и Наталья Гапша. В доме она живет уже 30 лет. Вместе с дочкой-инвалидом и внучкой Наталья вынуждена мириться с разрухой, которая царит в общежитии. Вот в таких вот условиях мы живем и вот этим всем пользуемся. А стены-то? Посмотрите, вот стены. Вот наши жильцы, вот наши бабульки, также дети малые, грудные дети. Этот пятиэтажный дом построили в 70-х годах прошлого века. И кажется, с тех пор какие-либо ремонтные работы здесь не проводились, рассказывают жильцы. В доме живут врачи, пенсионеры, работники завода и погорельцы. Всего порядка 150 квартир. В одной из них ютится 80-летняя Татьяна Уколова. Она переехала сюда в 2004 году после того, как ее собственное жилье сгорело. Инвалид второй группы Татьяна отдала 15 лет пивзаводу в Вязниках. Сегодня она, как и другие жители, вынуждена довольствоваться лишь частичным ремонтом. Вчера или поди вчера поставили вон два мувальника. И сегодня закончили вон пороги, прям проваливающие. И вот сделали нам. И все, все. На накопившиеся проблемы жители жаловались управляющей компанией, которая, к слову, расположена на первом этаже этого же здания. Но почему-то в разгар рабочего дня двери организации оказались закрыты. Люди утверждают, диалог с представителями управляшки у них просто не выходит. Ремонт зачастую приходится делать на свои средства. Неоднократно были сделаны замечания ЖЭКу. Отремонтировать, почистить отдушки все. То есть это, если и делается, то делается со скандалом. И лишь бы отвязались. Придут, покажутся. И все, их нету. Мы пытались это уже сделать, как лет пять, это точно. Мы пойдем в ЖКХ к Жане. Фамилия я не знаю ее. Как ее, Наташа, фамилия-то? Мы говорим, Жанна, так и так, у нас денег нет. Я говорю, так мы вам платим деньги ежемесячно. У нас ни долгов, ничего нет. Почему мы должны за свой счет делать ремонт? У нас нет денег. С вопросом, кто виноват и что жителям дома делать, мы обратились в администрацию Визняковского района. По словам заместителя главы района по городскому хозяйству, обращений со стороны жильцов дома к нему не поступало. Если есть обращение, и оно не поступает от жителей, то, естественно, оно отдается на отработку специалистам, которые идут и проверяют, действительно, есть это или нет. Если это подтверждается, соответственно, управляющей организации будут даны определенные рекомендации по устранению недостатков. Наша съемочная группа предоставила контакты жильцов дома с замглаве администрации района. Николай Прихода пообещал держать ситуацию под контролем. А пока жителям остается ждать, когда дело сдвинется с мертвой точки. Этот Новый год в любом случае им придется встречать в разрушающемся доме. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.